Турецкий язык Урок номер 12 Выпадение гласных В сегодняшнем уроке мы рассмотрим одно небольшое правило турецкого языка. В некоторых словах турецкого языка происходит выпадение гласных. При добавлении к двусложному слову с узкой гласной во втором слоге Аффикса, который начинается с гласной буквы, узкая гласная второго слога выпадает. Узкие гласные турецкого языка это гласные И, И, У и И. Вот например у нас слово ЩЕГИР, которое переводится как ГОРОД. Слово это у нас состоит из двух слогов и во втором слоге у нас есть гласная буква И. Допустим мы хотим добавить аффикс, который начинается с гласной буквы. Мы возьмем аффикс первого лица, аффикс принадлежности для того, чтобы сказать МОЙ ГОРОД. Аффикс у нас ИМ и по идее должно получиться слово ЩЕГИРИМ. Но по этому правилу узкая гласная второго слога у нас выпадает. И таким образом мы получаем слово ЩЕГИРИМ. ЩЕГИРИМ. Возьмем, рассмотрим еще другие слова для примера, для того, чтобы лучше закрепилось. Ко всем словам мы будем добавлять аффикс принадлежности первого лица, так как он лучше всего подходит, чтобы понять это правило. Например. Акыл. Аклым. Бейн. 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 Агыз. Азым. Бурун. Бурнум. Карын. КАРНЫМ. ГОХЮС. ГОСЮМ. ГОХЮС. 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 В слове «каип» у нас еще есть озвончение согласной буквы «п». Это мы рассматривали раньше правила озвончения согласной. У нас буква «п» переходит в букву «б». «Каип» – «кайбым», «сабыр» – «сабрым», «уфук» – «уфкум», «апис» – «апсим», «эмир» – «эмрим». Идем дальше. Гласная буква не выпадает в некоторых двухсложных словах с узкой гласной во втором слоге. Например, «окул» – «школа», «окулум» – «моя школа». Вот здесь, если по правилу, должна была выпасть буква «у» и получиться слово «окулум». Но выпадение не происходит. И «окул» у нас «окулум». «Оюн» – «игра». «Оюнум». «Денис» – «море». «Денисим» – «моё море». «Ястык» – «подушка». «Ястым». Здесь тоже озвончение буквы «к» идет на «юмушак» «ге». «Ястык» – «Ястым». В книгах по турецкому языку и когда обучают турецкой грамматики, говорят о том, что в некоторых словах не происходит выпадение. Ну вот как бы главное правило, что буква должна выпадать. Но я думаю, что не совсем правило, потому что существует очень много слов, в которых выпадение не происходит, и их ничуть не меньше, чем слов, в которых оно происходит. И поэтому, наверное, неправильно будет сказать, что есть вот правило и есть слова-исключение. Как по мне, то просто есть две группы слов. Одна группа, в которых выпадение происходит, и вторая, в которых оно не происходит. Но это мое личное мнение. Дальше. Гласная буква не выпадает, когда двусложное слово с узкой гласной во втором слоге используется в двухсловном повторяющемся выражении. Например, «бурун» – «буруна». Слово «бурун» – «нос», когда мы говорим «мой нос» – «бурнум». Там выпадение происходит. И во всех других вариантах, когда присоединяем аффикс, который начинается с гласной буквы, выпадение происходит. Но это когда есть такое выражение с повторяющимися словами. Например, «бурун» – «буруна». Выпадение здесь не происходит. Сейчас я не буду переводить, что значат эти выражения. Возможно, в каком-то следующем уроке мы их рассмотрим. А сейчас я просто их прочитаю для того, чтобы вы увидели, что выпадение не происходит. Например, «аыз» – «аыза». «девирден» – «девире». То есть, выпадения нет. «оулдан» – «оула». «щехирден» – «щехире». Как вы видите, здесь в слове «щехире» не происходит выпадение. Хотя, когда мы, например, говорим «в город», мы говорим «щехире». Например, «бен ощехире гидедем». Я в тот город поеду. Мы говорим «щехире». Но в данном примере, в условно повторяемом выражении, выпадение не происходит. У нас «щегирден», «щехире». Гласная буква еще не выпадает, когда двусложное слово с узкой гласной во втором слоге является именем собственным. Например, это турецкие имена, мужские или женские. И вот, если слова, в которых обычно происходит выпадение гласных, являются именами собственными, то выпадение не происходит. Например, «эмюрш» – «эмюрюн», «генюль» – «генюлюн», «уфук» – «уфукун», не «увкун», а «уфукун», «эмирш» – «эмирин», не «эмрин», а «эмирин». На этом этот короткий урок закончен. Спасибо за внимание. До следующих встреч.